Шесть сотен участков под вопросом 116 готовых решений суда. Таковы сургутские реалии в вопросе дачных построек, попадающих в зону минимальных расстояний от газопровода компании «Газпром Трансгаз Сургут». По действующему законодательству все строения на этой территории должны быть снесены. Нужен негласный мораторий на не снос этих строений до 1 апреля. И мы понимаем, почему это сделано. То есть в преддверии выборов ждем, чтобы не было определенной напряженности. Более того, хотелось бы также, чтобы было понимание. На сегодняшний момент дачники готовятся выйти на митинги. Почему? Потому что по факту вопрос не решается. Эта проблема актуальна не только для сургута. Только в реестре «Газпрома» уже числится порядка 65 тысяч спорных объектов. У «Роснефти» еще 100 тысяч. И в такой ситуации однозначный повсеместный снос и вправду вызовет небывалый резонанс. Поэтому президент России дал поручение правительству и Госдуме разработать компромиссные варианты. Депутаты в рамках рабочей версии предлагают индивидуальный подход к каждому строению. Разработка декларации безопасности. Независимая экспертиза опасности производственного объекта. Разработка декларации безопасности, которая бы обеспечила со стороны граждан, с другой стороны электронных компаний, безопасность, вхождение людей, зданий, сооружений. На этом основании сохранение, если это возможно. Если невозможно, снос вопрос за чей счет. Первоначально за счет собственников зданий. В случае самостроя это однозначный вариант. Но в ситуациях, когда муниципальные органы власти давали разрешение на строительство, по справедливости затраты должны нести они. Эти зоны не были отфиксированы на кадастровых документах, на землеустроительных документах, на планах муниципальных образований, на планах субъектов федерации. В силу этого все территории, которые отводились там подачное строительство, под какие-то другие цели, нигде этого отфиксировано не было. В конечном итоге, когда гражданину придет судебный иск о сносе строения, он кому-то должен будет предъявить иск на предмет возместить ему убытки, за которые он понесет, снося это строение. А иск он предъявит тому, кто должен быть крайним или кто формально окажется крайним. Так вот, когда муниципалитеты отводили эти территории, никаких зон и минимальных расстояний на генпланах обозначено не было. Понятно, что искать виновников этого упущения сейчас не время. За решение 30-ти или 20-ти летней давности спрос небольшой. Только вот самим дачникам от этого не легче. Добавлю, что вариант Госдумы с индивидуальным подходом уже прошел первое чтение. По словам депутатов, это гарантия того, что проблемой занимаются. Дмитрий Подлесной, Вячеслав Шаркунов, Сургут Интерновости.